Мы долго не были в отпуске, практически год или больше, и очень хотели, очень настроились. Вылет был на 24 февраля, на 8.25 у нас был самолет. И узнали мы о том, что началась война в такси. Когда мы ехали уже, подъезжали к аэропорту, мы развернулись и поехали домой в Орзель. 24 вечера мы ночевали еще дома. Вот пока утром в пятницу 25-го нам не сообщили, что уже в Бородянке танки. Пару часов мы побыли и начали думать, а что тут толку сидеть, если все-таки части военные двигаются сюда, то есть силы противника приближаются. Воевать у меня опыта нет. Понимал, что это не сильно вариант для меня, но надо что-то делать, надо как-то быть полезным для других людей. А в тот момент еще была возможность заезжать в те регионы, даже в Орзель еще можно было заехать, и поехали вот туда, чтобы эвакуировать людей. У меня был еще груз памперсов, смесей для Орзельского роддома, и мне недостаточно было просто в Рпень попасть. Мне надо было дальше в Орзель, через Бучу. И слышу звук, ну я думал, что это звук генератора, а это на холостых оборотах стояла техника, бронетехника. И получается, я выехал им в хвост, я вижу человека, который целится в меня из автомата. Сразу не стрельнул раз, а второе, рядом забор был. И тут я увидел, как может мужчина моего телосложения легко порхать по заборам. Выезжать пустым, зачем я тогда приехал сюда? И начал говорить, кто у вас есть на эвакуацию, кто у вас есть, может быть, женщины с детьми маленькими. Люди не понимали, считали, что не надо, что нужно просто пересидеть. Ну, проедь, типа, поедь, попредлагаем, нам мужики смотрят искоса еще так. Пока я ездил, кричал людям, давайте ехать, начались очень мощные фугасные снаряды прилетали большие. То есть ближе, ближе, ближе. Я там запрятался между двумя блоками гаражей, чтобы от осколков как-то закрыться. И минут 20 это длилось, наверное. И потом я понял, что, ну, я подумал, что уже может быть момент потерянный. Скорее всего, та дорога уже опасная, она захвачена. И без данных каких-то ехать туда нельзя. И я застрял на этом поселке вот на... в итоге на неделю почти. Сначала ребята местные подумали, что я какой-то засланный казачок. И я подошел, говорю, ребят, давайте разберемся. Я говорю, в Орзале живу просто на другом конце, с другой стороны поселка. Но я не мог туда попасть, в свой танк-хаус. Я оказался на противоположном конце. Вот вам документы могу показать. Либо давайте, ну, нормально вместе сообща, думать, как выбираться и что дальше делать. Либо, если не доверяете, то, ну, если я диверсант, то арестуйте, свяжите. Если нет, то перестаньте шушукаться. У мужчинок, который меня подозревал, оказался отец одноклассников, которым дети наши вместе учатся. Ну, все, на этом все нормально. И они меня позвали, чтобы я в машине не сидел, ну, не жил в машине, они позвали в квартиру. Была задача понять, в какой момент, где можно будет проехать и выехать. Потому что где-то через на третий день моего там пребывания большая часть людей уже, ну, уже меняла свою позицию и уже понимали, что они хотели бы выехать. Потому что обстрелы уже стали постоянными. Мы услышали звук техники, бронетехники. Куда она идет? Поняли, что она уходит в сторону Немишаева-Бородянкина. Отходят от Ирпеня. И пошли проверять, пошли в разведку. Действительно, блокпост, на котором ворзали на кольце возле новой почты, тот блокпост, там никого нет. Там были расстрелянные люди, рядом лежали погибшие. Машины расстреляны. Но солдат оказалось, что нет. Решили выезжать, пока вот этот коридор, пока вот это открытое окно возможности. Поездили, покричали по дворам. И на следующее утро собралось, думали, что машин 60. Потом сказали, что у нас вышло тогда где-то 200 машин. На данный момент моя миссия быть полезным для экономического фронта и таким образом помогать стране, армии. Пребывание в Закарпатье вписывается в эту миссию. Потому что мы сейчас, компания перенесла сюда производственную деятельность и офис тут работает. И в принципе, я не знаю, как будет после полного завершения боевых действий, где будет офис. Но на данный момент я тут полезный.